Чем? Кукурузой пахнет. Кукурузой? А вам чем пахнет? Ну, когда уже все сказали, что кукурузой, мне стало пахнуть. А мне медом. А мне землей пахнет. Сейчас еще. У меня кукурузой. Ну да, больше вот молодой кукурузы. Осенний воздух в парке Дендрарий наполнился разнообразными ароматами. В конце октября, начале ноября цветут сразу несколько растений. Камелия, запах которой как раз напоминает аромат молодой кукурузы, имеет признаки как горной, так и масличной камелии. Поэтому еще ее называют гибридом. Я знаю, что эта камелия – это горная камелия. Она как раз цветет осенью, в конце октября. И сейчас тоже есть камелия, которая цветет за городом, на чайных плантациях. Но это чай. Из семян камелии получают масло, которое по своим качествам не уступает оливковому. Жители южных провинций Китая любят использовать его в кулинарии. Еще один любимец жителей Поднебесной зацвел этой осенью. В парке Дендрари начинается плодоношение кельрейтерии. Перестая, оно еще известно как китайское фонарное дерево, потому что у нее очень интересные плоды. В метелках они похожи на розовые фонарики. Его еще и называют китайское фонарное дерево. Несмотря на то, что оно относится к семейству сапиндовым, это к мыльным деревьям, таковым оно не является, как привыкли их сосчитать, потому что мылица у нее не плоды, а только кора. В корее этого растения содержатся сапонины. Именно они выделяют в воде густую пену. Кельрейтерия неприхотливо, хорошо переносит жару и ветер. Живет до 150 лет, а в высоту достигает 20 метров. Также в Дендрарии можно встретить османтус. Пройти мимо и не заметить его крайне сложно. В Китае османтус считается символом плодородия и вечной жизни. Его используют для ароматизации очень дорогих сортов чая. Ну а в Сочи приезжают туристы на ароматерапию османтуса для восстановления нервной системы. Действительно, душистый аромат не оставит никого равнодушным. Он очень тонкий и напоминает фруктово-цветочный запах абрикоса. Как говорят специалисты парка, его запах просто необходимо послушать тем, кто хочет вывести из своего организма токсины, а также тем, кто страдает депрессивным состоянием. Мы прилетели из Питера, и вчера, когда улетали, у нас там гололед, снег, очень холодно. А сюда приземлились, и тут прямо рай. Лето, лето, солнце, море. Из растений, да все нравится из растений. Обожаю эвкалиптный запах, это просто вау. Вот мы понюхали это дерево, к сожалению, я не помню, как его зовут, называют. Оно очень вкусно пахнет. Такой аромат, мы прямо остановились понюхать его. Розовые цветы гибискуса изменчивого выделяются на фоне темно-зеленых деревьев и привлекают внимание жителей и гостей города-курорта. Когда период цветения завершится, они свернутся в аккуратные шары. Кустарник хорошо растет при влажном климате и не переносит холод. В дендрарии сейчас цветет растение, чье название говорит само за себя. Красиво плодник, или, как называют его французы, кустарник с конфетами. Правда, ягоды есть не нужно. Их вкусовые качества низкие, напоминают недоспелую хурму. А вот сделать красивую фотографию или просто полюбоваться – это можно. Уже была в дендрарии. Сегодня еще раз пришла. Почему? Просто. Ну как, почему? Потому что таких красот, по-моему, нигде больше нет. Очень, очень все здорово. Около деревьев, около стволов постояла, почувствовала энергетику. Все замечательно. По словам ученых, активное цветение осенних экзотов дендрарии продлится еще в течение двух недель. С учетом количества туристов в Сочи, а сейчас загрузка курорта составляет более 70%, парк пустым не остается. Многочисленные аллеи с душистыми цветами и кустарниками будут служить прекрасным фоном для десятков фотосессий. Алла Матюханова, Дмитрий Петрий. Время новостей.